доброго времени суток всем уважаемая психологическая комьюнити видео слушатели моего канала просто видео слушатели канала тут речь идет не только о каких-то специфических узких вопросах медицинской клинической психологии или промышленной психологии достаточно обобщенных вещах в продолжении предыдущего видео видео первым в котором речь шла если помните о паре активной помощи хосписах как таковых я хочу перейти к следующему никому шагу в рассуждениях и рассказу моему это так называемая психоонкология что такое хоспис хоспис буквально на шаг назад это моча запах мочи кого некоторые медсестры выделяют очень специфический запах разлагающихся фруктов арбузов так пахнет живое разлагающиеся человеческое тело с пролежними кислый запах арбузов никому не хочу ничего навязать ничего сказать но тем не менее общался со многими медсестрами другими какими-то медицинскими работниками так и не определяют запах пролежней живое тело живой человек мужчина женщина малоподвижный лежащие на аппарате искусственного поддержания жизни легких как минимум дыхание и так далее но переходя от вопроса хосписов мне кажется мы словах понятно мое отношение к тому что происходит в этом таких подобных учреждениях я бы хотел перейти к вопросу психоонкологии некоторые исследования немногочисленные надо признаться небольшое количество определяют что большинство людей страдающих онкологическими заболеваниями процентном соотношении достигает по некоторым соотношении достигает по некоторым оценкам от 20 до 30 процентов своей основе заболевание своем имеют так называемый да длительную депрессию длительное эмоциональное заболевание некий формирующий онкологию психобиологический фактор и так она есть на самом деле понятно что существуют лекарственное средство различного рода лучевая терапия различная химия терапия лекарственное средство разных производителей у кого-то лучше эффективнее у кого-то хуже менее эффективно существует сухая сырая как называют это все пациенты химии но тем не менее где-то там закутки в коридорчике за коридорчиками обязательно как правило веяние времени сидит в штате онко центров онкодиспансеров психолог штатный надо сказать что групповые занятия такого человека с людьми могущими пока двигаться себя обслуживать не обязательно лежачих пациентов не у кровати не у постели больного более эффективно нежели индивидуальная психокоррекционная работа забегая немножко вперед непосредственно работа ведется не только с самими пациентами у хорошего психолога но и членами их семей это явление входит и должно формально входит но должна и неформально входить в понятие палеотивной медицинской помощи в понятие и термин хосписов как таковых должно обязательно это быть ну то есть для меня не вызывает никакого сомнения тот факт что подобно тому как сейчас все больше и больше распространяется точка зрения может быть придет еще не один десяток лет когда говорят что шизофрения эндогенное заболевание все многие из нас с вами знают существуют психогенные экзогенные эндогенные заболевания такие как шизофрения манико-депрессивный психоз и несомненно для меня моих коллег и знакомых онкологическое заболевание является психогенным заболеванием открыв википедии набрав психоонкология вы сможете почитать о том как это наука становилась на каком этапе она находится вообще существует ли она в чем я сильно сомневаюсь хорошо что существует сам термин сам по себе существуют апологеты онкопсихологии здесь даже попытка перевести фитографию Клавдия Галена Карла Густава Юнга якобы заложивших снова основу работы с больными страдающими раком испытывающих различного рода эмоциональное состояние описание этих состояний которые в конечном итоге приводили постановки диагноза онкология рак якобы не заложили никакую основу этой работы этой точки зрения также как при шизофрении больные онкологии делают себе ремиссию иногда она может достигать года двух трех пяти десяти даже пятнадцати лет и даже более редкие случаи до двадцати лет все зависит от социального окружения сколько у него собак у этих больных как к этому относятся его близкие люди прежде всего родители супруги дети в какой ситуации находятся эти больные в социальной я имею ввиду социально-психологической ситуации то что это все вызывается эмоциональными нарушениями рак вызывается эмоциональными нарушениями и нарушениями поведения для меня не вызывает никакого сомнения можно молиться на лучевую терапию на химию терапию на куркуму на соду на что угодно на якобы появляющиеся периодические слухи о новых светилах новых методов лечения заболевания пед диагностику пед лечения и так далее тем не менее психика лежит в основе всего в онкологической клинике точно но медицинский психолог где-то там в уголке робко вызывает к себе каких-нибудь пациентов он никто в этой клинике тут у него проходит светилы онкологии химиотерапевты онкологи терапевты и тут какой-то психолог главным любом онкоцентре должен являться штат медицинских клинических онкопсихологов это не вызывает у меня никакого сомнения лучевая конечно хорошо химия прекрасно и замечательно но человек больной онкологии раком его близкие родственники должны быть окружены и никто не изменит моего мнения мои точки зрения должны быть окружены целым штатом медицинских клинических психологов онкопсихологов только в этом случае возможно ремиссия возникает рак через какое-то время он удаляется излечивается якобы тотально гениальными светилами онкологии химиками и так далее человек попадает в ту же самую ситуацию ему говорят смотри комедии живи полной жизнью купи двух щенков кошку живи на природе смотри только комедии до ремиссия возможно и на год и на два и на десять если же человек после возвращения из онкоцентра онкодиспансера возвращается в ту же ситуацию в которой он находился до обнаружения у него заболевания ракового то есть рака ничего не изменится в дальнейшем ремиссия будет кратковременной нестойкой возникнет рецидив и все закрутится по новой операции снова лучевая снова химия так может повторяться несколько раз не один не два не три не пять раз до тех пор пока человек действительно не будет окружен с заботой близких не изменится в жизни кардинальным образом будет смотреть нравящиеся ему мультики фильмы говорить нравящихся ему собак нравящиеся ему породы не будет испытывать чувство признательности своим близким за то что они живы за то что у него есть дети супруга братья сестры пока человек не почувствует абсолютное внимание к нему а не просто формальное отношение ну тебе же сделали операцию вот те деньги химию ты сделал будь доволен и счастлив ничего подобного пока не изменится что-то к лучшему ничего не изменится из ракового пухоль у этого человека пока не изменится его внутренняя интер психическая жизнь все останется по-прежнему он не излечится он в любом случае может сделать себе только ремиссию более или менее длительная не онкологи не химики главное он к центре психотерапевты он к психологи психиатры вот кто может излечить рак они лучевая и химиотерапия до операция ничего я как говорят онкологи прижигает все это дело химия давит это дело но излечивается грамотная онкопсихологи направление медицины которая его фактически не существует они там где-то за рамками всего этого находятся эти люди онкопсихологи если вообще есть такие онкопсихологи в лучшем случае это клинические медицинские психологи в худшем случае психиатры субспециальностью психотерапевт это худший случай если говорить и выбирать между психологом и психотерапевтом психиатр психотерапевт не знают психологии к сожалению это факт по ряду причин можно со мной поспорить я готов подискутировать на эту тему но я себе все уже доказал и опытным экспериментальным путем и собственным опытом и жизнью и наблюдением своих знакомых друзей коллег близких кого угодно только так можно что-то изменить не куркума а вот музыка да правильно подобранная музыка позволит пережить все что угодно музыка это волна это чистота настроиться на правильную чистоту своей жизни и следовать этой чистоте в дальнейшем чтобы сделать себе более менее длительную ремиссию вот задача любого онкопольного страдающего раковым заболеваниям вот такой вот у меня продолжение моего первого видео которое начал с описания палео активной помощи отсутствие таковой как в россии как таковой на начальном уровне это все находится крайне плачевным состоянии палео активная помощь и я не смешиваю понятия я просто следую определенной логике хоспис и хотя бы на уровне западноевропейских стандартов и психоонкология которая стоит за спиной лучевой химиотерапии светил хирургов он для хирургов онкологов химиотерапевтов а должна идти впереди главный командир на лихом коне это он к психолог только он может не излечить но сделать ремиссию длительной в эмоциональном социальном бытии человека страдающего раковым заболеванием я думаю что я продолжу эту тему может быть вернусь не даже не раз ну как повезет а пока на этом все желаю вам всем счастья здоровья благополучия все будет хорошо в конечном итоге все всегда бывает хорошо делай что должно свершиться то чему суждено